Суть этого проекта в следующем. Есть сайт карты убитых дорог. Вот на этот сайт жители добавляют те дороги, которые, по их мнению, нужно ремонтировать в первую очередь. Если говорить о цифрах, то по стране таких участков добавлено 42 тысячи. То есть это те дороги, за которые проголосовали жители, которые хотят, чтобы эти дороги были отремонтированы как можно скорее. За два года работы проекта почти по 30% от этих участков уже есть те или иные решения положительные. То есть дороги или уже отремонтированы, либо добавлены в планы ремонта, либо там сделана пока аварийная мера, это вот ямочный ремонт. Но, тем не менее, жители ждут, что все-таки это будет не временная мера, а замена верхнего слоя покрытия. Если говорить о Твери, вот вообще об области, то в области Тверской добавлено 900 дорог на карту, собрано почти 40 тысяч голосов. Это довольно высокая активность жителей, и больше всего активность жителей наблюдается вне Лидово. Видимо, там дороги совсем плохие. В Твери добавлено 273 дороги и собрано 4,5 тысячи голосов. Если говорить о положительных результатах, то 35 дорог из этого списка они отремонтированы. На 72 пока временная мера, ямочный ремонт. Но понятно, что это не такие высокие показатели. Больше это связано с тем, что если в других регионах уже существует несколько лет проект безопасной и качественной автомобильной дороги, это федеральный проект, нацпроект, согласно которому к 2024 году 85% дорог в агломерации должны быть в нормативе, то здесь этот проект, мы еще спросим у представителей власти, но он работает в этом году, поэтому мы узнаем о планах и о тех средствах, которые уделяются на дороге. Поэтому мы предполагаем, что в этом году должен быть значительный прорыв в ремонте дорог. Тем не менее, мы сравниваем дороги еще с прошлыми годами. Мы были здесь в 2015 и 2017 годах, и видим, что вот те центральные улицы, по которым мы раньше проезжали, они уже в достаточно хорошем состоянии, и проблемы начинаются на окраинах. Ну, об этом говорят и жители, потому что если брать топ народного рейтинга, за который проголосовали жители, то это вот дороги, как правило, которые ведут на приусадебные участки. Вот улица от Шишкова, там дальше идет приусадебные участки, она набрала максимальное количество голосов. И в городе улица самая крупная, которая набрала максимальное количество голосов, это улица Луначарского, на которой мы сейчас с вами находимся. Есть еще такая история, здесь мы были в 2017 году, и тогда представители власти нам показали большой стенд, на котором была реконструкция этой улицы, уже был план. Они нам обещали, что эти ремонтные работы начнутся вот в том году, и скоро здесь будет новое покрытие. Но мы приехали, и видим, что ничего не изменилось, поэтому мы сегодня зададим вопросу представителям администрации, будет ли здесь когда-то проводиться ремонт. Вот сейчас со стороны Ржева, когда мы подъезжали, был дождь, мы впали в колею и зачерпнули задним бампером воду в луже, в яме, и задний бампер, ну, гидравлический удар был, и бампер оторвало. Ну, это не такие большие, конечно, потери, но, тем не менее, дорога находится в плачевном состоянии, именно со стороны Ржева, конечно, дорогой надо заниматься, там большая колея, и вот когда идет дождь, некоторые ямы даже не видны из-за того, что они под водой. Улица Луначарского для нас является наиболее проблемной улицей, вот, где вопрос по ремонту мы пытаемся решить с 2017 года. В 2017 году у нас была разработана проектно-сметная документация на ремонт этой дороги, но и выставлена на торги. К сожалению, конкурсная процедура тогда не состоялась, и в 2017 году, проанализировав всю ситуацию с состоянием проектно-сметной документации, еще раз оценив, так сказать, необходимость проведения полного комплекса работ на этой улице, было принято решение разделить улицу на два участка с тем, чтобы провести работу параллельно. То есть была улица разделена на участок от улицы 2-я Красина до дома 30-я по улице Луначарского и на второй участок от дома 30-я до площади Конституции. В 2017 году было получено положительное заключение госэкспертизы по этому объекту. Стоимость одного участка составила 170 миллионов рублей по этой экспертизе, по второму участку 200 миллионов рублей. И в декабре, вот я еще раз повторюсь, было получено положительное заключение экспертизы. В 2018 году, учитывая достаточно большую стоимость этого объекта, мы обратились в область о софинансировании работ по этому объекту. К сожалению, в 2018 году данный вопрос не был решен. И в этом году мы также обратились в область софинансирования объекта, и вопрос находится в стадии рассмотрения. У города не хватает средств? Как я уже сказал, что стоимость объекта достаточно высокая, поэтому собственными силами за счет исключительно городского бюджета выполнить ремонт этой улицы очень проблематично.